И необходимо решить вопросы для запуска, что нужно и как можно реализовать вашу идею. Я являюсь руководителем первого международного портала вебинаров. 8 лет в сфере обучения онлайн, сейчас в путешествиях. И давайте будем знакомиться. Можно написать в чате, город, чем вы занимаетесь и почему стать интересной именно вам, руководителем онлайн школы. И кто к нам подключается тоже, пишите, не стесняйтесь. И пока вы пишите, мы пойдем дальше. Кто может стать руководителем онлайн школы? Это человек, который есть эксперт в своей области. Когда вы профессионал, когда вы много лет работаете в офлайне, делаете что-то живое, живые мероприятия, консультации. И вы можете переходить на онлайн и вести свои программы, и также быть руководителем школы и создавать различные программы с разными преподавателями. Вы человек-организатор, да, то есть любите заниматься организацией, тоже руководитель онлайн школы, это в этом направлении. Руководитель может быть тренингового центра, либо тренер, коуч, психолог, онлайн предприниматель, ну или просто мама, которая дома и у которой многое из знаний, которая в декретном отпуске. Вот из таких прекрасных мам получается очень хорошие руководители школы, руководители онлайн проектов и менеджеры проектов. Поэтому какие знания необходимы, да, возможности для онлайн школы, для того, чтобы ее создать? Это, конечно, опыт работы в интернете. Да, чтобы был опыт работы, это важно. Да, потом высокое разрешение в выбранной нише, в выбранной теме, высокая увлеченность темой. И даже если вы делаете что-то из хендмейт, и вы можете создать такую школу, то важно, чтобы и вы тоже умели это делали, у вас были работы, и вы могли делиться с другими. И, конечно, желание реализовать идею, а также время. Если планируете это сделать в ближайшее время, то это может быть сентябрь, октябрь, ноябрь. И, либо следующее, где-то нужно 2-3 месяца максимум для запуска в свою онлайн школу. Ну и, конечно, бюджет, финансы. Тоже это немаловажно. Поэтому, если у вас в каких-то вопросах есть вопросы, да, тогда вы можете их задавать и с этого начинать. Онлайн школа. Что для этого необходимо? Необходимо общее направление. Да, то есть вектор, по которому вы двигаетесь в каком-либо направлении, в какой-либо сфере. Онлайн школа по хендмейт, да, вязание, например. Или детские игрушки, не знаю. То есть, или общая онлайн школа. И там, ну, я сейчас очень как примеры привожу, и там несколько направлений. Либо онлайн школы иностранных языков, да, там, японский, китайский. Если есть кто-либо у нас в этом направлении, и хотел бы создать такую школу, я бы с удовольствием тоже посотрудничала. Общий ресурс. То есть сайт, где будут размещены все программы, где будет, возможно, регистрация, где будет информация о преподавателях. Да, тоже очень важно. Профессиональные спикеры, профессиональные эксперты должны быть там, чтобы вы приглашали только лучших людей. Качественные программы, да, выстроенные, методологически структурированные, чтобы они приводили к результату, с практикой. Очень важно, чтобы в онлайн школе были качественные программы. Также расписание, стабильная работа. Если у вас есть какой-либо курс, например, у вас есть онлайн школа иностранных языков, японский язык, да, у вас есть начальный уровень, средний, продвинутый. И вы знаете, что раз в месяц у вас собирается новая группа, да, то есть по четвергам, например. Каждый четверг японский язык для начинающих. И когда вы стабильно начинаете проводить, люди привыкают, люди начинают вас рекомендовать, люди делают репосты, сарафанное радио, заранее планируют, начинают обучаться у вас, обучаются, соответственно, и дальше, конечно, видят расписание, могут заранее запланировать бюджетное обучение, зарегистрироваться заранее. То есть онлайн школа как школа, да, расписание, уроки, стабильная работа должна быть преподавателем, директором, все как в школе. Возможность удаленного обучения, да, то есть что это значит? Что, во-первых, вы можете создать, например, опять же, возвращаемся к онлайн школе иностранных языков или, там, не знаю, давайте еще придумаем онлайн школа арт-терапии, да, если есть психологи или онлайн школа по продвижению в социальных сетях. И есть курсы по продвижению в Фейсбуке, в Инстаграме, там, ВКонтакте, как вариант. И что здесь может быть? Может быть... Ага, Анна написала про школу, которую бы она хотела создать. Здорово. Смотрите, есть, например, вы говорите, что у вас есть занятия в этой школе, да, пусть это будет японский язык, там, например, начинается 1 сентября, 1 октября, 1 ноября, 1 декабря, каждый месяц 1 числа, например. И можно включиться в онлайн группу и работать вот так со спикером, как сейчас вы со мной. А можно проходить пошагово, то есть, есть, например, записи или материалы, человек сделал один шаг, посмотрел запись, отправил в домашнее задание, после этого он вторую получает, третью и так далее, да, или весь курс записи. Ваши участники, они могут купить весь курс японского языка в записи и смотреть тогда, когда им удобно, тогда, когда им это подходит, да, и они сами определяют срок. Так, Анна пишет, может быть, ли быть такая школа? Конечно, может быть. Хороших преподавателей, опять же, темы, и можно создавать. Проверка домашних заданий и обратная связь, да, тоже можно, тоже там необходимо, когда человек вам отправляет домашнее задание, то тоже это важно. Хорошо, кто к нам подключается, вот я смотрю, участники, удивительно, сейчас в чате я вижу разные флаги совершенно. Турция, Вьетнам, Беларусь, Казахстан, да, наверное, интересно, кто, откуда, пишите, пишите тоже в чате. Далее, далее, что происходит? Вы для себя определите, если вы полностью уверены в успехе, то какую онлайн-школу вы создаете? Да, то есть, знаете, я бы, наверное, сейчас вот говорю про школу там иностранных языков, я бы какие-нибудь создала именно школу языков, если бы я в этом разбиралась, может быть, или с кем-либо, кто в этом разбирается. А я бы взяла на себя там другую, например, часть техническую, какую-либо организационную, вот каких-нибудь очень языков, таких очень редких, да, или наоборот, восточных языков, да, или тех, которые, ну, не привыкшие, к которым мы там, да, не английские, французские, а какие-нибудь, какие-нибудь такие интересные, интересные. Как минимум, китайские, да. Ну, то есть, необходимо такая, знаете, новая какая-либо идея, новый интерес, новый проект, поэтому какую школу бы вы создавали, тоже это очень важно, если бы вы точно были уверены в успехе. И задачи, которые предстоит решить. Первое, это мотивационные, да, то есть, что вас мотивирует, что вас направляет, что вам не дает сдаться. Да, вы четко знаете, что только вы можете создать эту школу, никто другой, потому что у вас есть достаточно опыта, или у вас есть достаточно компетенции, или у вас есть достаточно желания, и вы это можете сделать. Организационные вопросы, да, опять же, как все организовать. Следующее, это технические, как технически все подключить. Потом продажи и продвижения, да, позиционирование. Как позиционировать, какой будет бренд у школы, сайт и автоматизация процесса. А вот, опять же, очень важно, чтобы вся информация там была, чтобы все было автоматизировано, оплата, регистрация, отправка писем и так далее. Эксперты и модераторы, самое важное, кто ваши спикеры, кто ваши профессионалы, кто ваши помощники, кто ваши сотрудники, кто будет заниматься какими вопросами. Качественное обучение. Должно быть качественное обучение здесь, в первую очередь, конечно, участников, которые будут приходить к вам на курс. В первую очередь, опять же, немало важно, экспертов, которые будут, может быть, даже впервые вести онлайн программы, и их тоже важно обучать. Как подключиться, как сделать слайды, как листать, ну, то есть, большая работа предстоит. И модераторы, которые будут помогать, модерировать тоже обучение, это важно. Следующее, это бюджет. То есть, сколько это может быть, может стоить, сколько вам необходимо денег, как скоро могут окупиться инвестиции. Бухгалтерия, каким образом она будет, то есть, удаленно, либо вы будете вести, это будет ИП, либо это будет ФЛП, либо это будет ООО, либо в вашей стране это, как это будет легализовано, есть ли у вас документы уже на информационно-консультационную деятельность или нет. То есть, все юридические вопросы, договор, да, там, все важное решить. Результаты, которые можно достичь, да, благодаря у моей школе, это заниматься тем, о чем вы мечтаете. Это финансы, это клиенты по всему миру, это вы можете переехать куда-либо, куда хотите, либо путешествовать. Быть самому свит-директором, помогать людям, передавая опыт свой, да, то есть, не держать его только у себя, а делиться с другими. И качественным опытом всегда хорошо и можно делиться, и это может помочь другим людям. И занять свою нишу в направлении, чтобы люди обращались только к вам, чтобы рекомендовали только вас в вашем направлении. Быть первым в этой области. Наверняка те, кто к нам подключается или смотрит записи, вы можете, да, проанализировать рынок и посмотреть, что на вашу тему может и не быть еще онлайн-школы. То есть, это, все к этому идет, будет это, конечно, в будущем много и массово, но когда я начинала вести вебинары 8 лет назад и занималась организацией, даже слова такого вебинара еще не знали. Вот, в Google вводили запросы, было ноль, ноль, ноль результатов в поиске. Поэтому, когда вы тему начинаете, то через какое-то время она будет, конечно, ассоциироваться с вами. И создать сообщество, да, создать сообщество людей, которые будут у вас обучаться, чтобы они могли делиться, общаться друг с другом и работать. И важно не только придумать цель, да, то есть, что вы хотите, что вы хотите, если вы хотите создать онлайн-школу, что вы хотите, да, в итоге приобрести, что должно у вас получиться, да, какая цель, какой результат, зачем вам это нужно. Какие три шага вы готовы сделать для этого, когда вы их готовы сделать, кто вам может в этом помочь. И, а что, если вы этого не сделаете, ну, не сделаете вы онлайн-школу, не пойдете по цели, не сделаете три шага, что с вами будет, и что, если вы все-таки сделаете эти три шага. То есть, тоже такой очень правильный вопрос, который вы просто для себя определяете, нужно ли вам это или нет. Чтобы не тратить время, деньги, просто понимать, насколько это для вас нужно и важно. В онлайне очень многие остаются, когда есть очень сильная внутренняя мотивация, да, и интерес, и потребность. Многие заходят, выходят из онлайна бизнеса, но остаются, конечно, те, которые понимают, что если они этого не сделают, то все, да, стоп, останавливается развитие и так далее. Поэтому я желаю, конечно, вам, чтобы вы именно создавали онлайн-школу, которая вам нравится, и направление. Идеи, которые могут быть, то есть, это обучение какой-либо профессии, то, что я вам говорила, продвижение в соцсетях, да, там, контент-менеджер, может быть, или руководитель онлайн-школы, да, или там еще какая-либо профессия. Даже не профессия, я бы сказала, а направление, да, то есть направление, род занятия, деятельности, профессии, конечно, обучают более, конечно, высших заведениях. Ну, какие-то, сейчас очень много, видите, различных дополнительных возможностей, которым тоже нужно обучать онлайн-продавцы и так далее, и так далее. Бизнес, да, то есть это для вас может быть хороший бизнес, не только для вас, да, но и, я имею в виду, что вы можете сделать онлайн-школу по бизнесу, по работе с партнерами или по открытию своего бизнеса. Приглашать уже на эту тему спикеров, аудиторию и работать в этом направлении. По здоровью, по туризму, по юридическим и финансовым вопросам, по психологии, если у вас есть соответствующие документы, интернет-маркетинг, продажи, переговоры, коучинг, блогинг, копирайтинг, йога, спорт, питание, творчество, HR, управление персоналом. То есть идеи совершенно различные, я перечислила очень немного, поэтому любое направление, которое у вас есть, вы можете брать и делать. Следующее, следующее это, у меня тоже есть школа вебинаров, руководители онлайн и так далее. Вот есть отзывы про онлайн-академию туризма, тоже из нашего курса. Про алый голубой океан, про определение достоинств, я все это рассказывала и про оформление, конечно, в предыдущих двух гостях вебинаров. Вы можете посмотреть, в каких случаях нужны лицензии и так далее. Опять же, по своей стране, в которой вы находитесь, что вам для этого необходимо. И важно, конечно, понимать, сколько необходимо инвестировать, какой бюджет на это нужен. И тоже я рассказывала о предыдущем вебинаре, уже расходы ежемесячные или единоразовые. Например, собственное проведение у вас будет, либо тренер у вас будет работать по часам, либо тренер за процент. От этого будет складываться сумма. В среднем одна программа может стоить 2,5 тысячи долларов, если это, опять же, средняя группа, небольшое количество часов и небольшая стоимость. Если это длительные курсы, делаю это месяц, и два, и год программы в онлайн-школах, то тогда там уже может быть больше даже человек, например, и может быть сна, соответственно, меньше, как вариант. Это никак не связано на самом деле. Это просто я привела такие вот примеры. И интенсивы, марафоны тоже это может быть и тоже приносить финансы. Так, одна неделя 20, что-то я написала здесь, наверное, не очень правильно. Хорошо, поехали дальше, поехали дальше. Важно понять, бухгалтерия, как у вас будет на аутсорсинге, или самостоятельно вы будете работать, как вы автоматизируете процессы через 100, да. И вот, в принципе, пошаговый процесс. То есть 12 шагов, которые необходимо делать. Это, конечно, идея, в первую очередь, идея и стратегия онлайн-школы. Что там будет, для чего это необходимо, какова ее миссия, да, что это вообще такое, зачем это, зачем это нужно. Юридические вопросы, бюджет, это тоже важно. Как это все оформляется, какой нужен бюджет, где деньги, как говорится, все это нужно продумать, просчитать. Опросы целевая аудитория. УТП, это уникальное торговое предложение, бренд онлайн-школы. Эксперты и с ними какие-то договоренности, да, то есть вкусные, либо вы подписываете и так далее. Создание сайта для школы тоже очень важно, конечно же. Автоматизация процессов на этом сайте, модераторы школы, кто будет помогать модерировать, методические материалы, онлайн-кабинеты, участники, да, продвижение, продажи. И, конечно, запуск уже школ участников, это 12-й шаг, это то, что мы будем делать на курсе. В принципе, эти шаги перечислены, и те, которые будут на курсе с 7 сентября, через 2 недели в четверг. Поэтому присоединяйтесь, мы это с вами все пройдем поэтапно, каждый шаг по определенному количеству времени, я сейчас не могу сказать, может быть, какая-то тема час занять, какая-то 2,5 часа занять. То есть мы будем с вами работать. И домашнее задание у вас есть, это написать видение своей школы, да, что вы хотите в итоге, как вы это видите, именно нарисовать, очень важно. Принимать решение самостоятельно вы это будете делать либо с нами в команде, на чьих ошибках, как говорится, вы будете идти дальше. И результатом обучения будет, собственно, онлайн-школа. Вот что, в принципе, и к чему мы идем. Есть стоимость у онлайн-школы обучения, пакеты старт, профессионал и вид. Вы можете посмотреть, но сейчас действует акция. И в чате есть ссылка, по которой вы сможете перейти, по которой вы сможете перейти и увидеть, как оплатить, увидеть стоимость, увидеть, какая сейчас скидка и какой пакет вы выбираете. Пакета 3, поэтому вы какой выберете, уже будете решать. Если вы сделаете предоплату 2000 рублей, то тогда у вас останется эта скидка и она не будет увеличиваться, да, по акции, не будет расти. То есть с 7 сентября, каждый четверг, с 8 до 22, сентябрь, октябрь, ноябрь у вас будет онлайн-курс, руководитель онлайн-школы. Предоплата 2000 рублей гарантирует вам участие по акции. Либо сразу можете сделать полную оплату по ссылочке, пройти, там будет форма, которую вы увидите. Вот таким образом там все будет размещено. Кнопка «Оплатить» самая видная. И тогда вы будете с нами. Всем участникам сегодняшнего вебинара и кто смотрит, и в записи, или на моей странице, вы получаете еще два подарка. Это мою консультацию по скайпу Катерина ПС. И сейчас Анна еще раз в скайпе напишет мой, точнее в чате напишет мой скайп. Чек-лист, подарок. И в принципе все, да, можно работать. Здесь обсуждать как бы можно долго. Главное это ваша цель, ваша задача, насколько вы хотите создать такой проект. И уже начинать обучаться этому, чтобы сделать это хорошо, грамотно, качественно и идти с нами. Мы все, что сможем, поможем в этом деле. По третьему пакету там вообще мы делаем 70% работы. Поэтому присоединяйтесь. Спасибо огромное за внимание, за вопросы, которые вы задаете, отвечаете. Если есть еще вопросы, пишите мне тоже в фейсбуке. Пишите мне, где вам удобно, в скайпе. Мы с вами обязательно обсудим, потому что все получают мою консультацию. Вы можете ко мне обращаться, мы договоримся про время. Добренько. Все тогда на сегодня все. Будем завершать. Хорошего вечера. Благодарю за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok